Еще раз здравствуйте всем, уважаемые участники форума. Позвольте поблагодарить организаторов за предоставленную возможность выступить перед столь экспертным и значимым сообществом, как Казахстана, так и Центральной Азии. Тем более вдвойне ответственность получается, что приходится выступать первому и так в какой-то мере задавать тон сегодняшнего разговора. Поэтому сразу хотел бы оговориться. Тема моего выступления заявлена в программе «Как роль государства в медиасфере», но, как вы все понимаете, это слишком широкий пласт вопросов, поэтому я сегодня хочу сфокусироваться больше на и рассказать об действующих инструментах государственного регулирования в медиасфере в Казахстане. Конечно, все мы понимаем, что любая деятельность государства, в первую очередь, основана на регулировании той или иной сферы, основывается на законодательстве. Соответственно, на сегодня основным законом в этом вопросе является закон о средствах массовой информации, который был принят еще в 1999 году. Процессы, в котором, кстати говоря, закреплены конкретно формы государственного регулирования, это через правовое обеспечение и государственный контроль, исполнение законодательства. Процесс совершенствования законодательства носит постоянный характер, и подтверждением этому является то, что кто-нибудь знает о том, что за 19 лет работы законно-средств массовой информации в него вносилось 35 раз поправки, то есть в среднем два раза в год. Ну, сразу оговорюсь о том, что, конечно же, это все поправки были в основном уточняющего характера и не носили таких больших концептуальных изменений, то есть оно не меняло в целом структуру закона кардинально. Но основными вехами в вопросах изменения закона о СМИ является то, что в 2001 году, еще в 2001 году в Казахстане интернет-ресурсы были отнесены к средствам массовой информации. В 2009 году это получило продолжение, это идеология в том плане, что были закреплены правовые механизмы государственного регулирования интернет-пространства, и также с этим был связан и переход на уведомительный порядок постановки на учет средств массовой информации в полночном органе. В этой связи я хотел бы немножко поправить предыдущего спикера о том, что Германия была пионером, а на самом деле в 2011 году еще Казахстан уже сделал первые попытки в этом вопросе. В 2012 году была выделена отдельная отрасль телерадиовещания в виде отдельного закона о телерадиовещании, и в 2017 году закреплены основы правовой защиты прав детей в медиасфере. То есть как раз начал актуализироваться очень сильно вопрос защиты детей именно от влияния деструктивной информации, и первое отражение он получил именно в законе о СМИ. Конечно, столь частые изменения не лучшим образом сказываются на правоприменительной практике, однако большинство внесенных поправок, я уже сказал, носили больше, так скажем, уточняющий характер. Лично по моему мнению это связано с мировыми процессами перехода от постиндустриального общества к информационному. Как вы знаете, наверное, закон МУРа, так называемый закон, ускоряющийся отдачи, утверждает, что в любой области, связанной с информацией, мощность технологий и скорость растут в геометрической прогрессии год от года. Поэтому, я думаю, здесь будет уместно вспомнить крылатое выражение из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса Зазеркалий». Нужно бежать со всех ног, чтобы только остаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать куда как минимум в два раза быстрее. Поэтому, как я уже говорил выше, процесс совершенствования законодательства носит постоянный характер. И уже с прошлого года при обсуждении последних поправок закона СМИ и в ряд других законов, которые регулируют информационные процессы, начали появляться и активно обсуждается идея о том, что необходимо уже, может быть, либо как минимум принять новый закон о СМИ, пересмотрев его в свете сегодняшних дней, либо же пойти более радикальным путем, это принять своеобразный кодифицированный закон об информации в целом, чтобы прописать основные, унифицировать основные правовые постулаты именно в вопросах производства и распространения информации. Кроме закона СМИ, отдельные нормы регулирующие сферу присутствуют в законах о выборах, рекламе, связи, информатизации и ряде других законах. Эти нормы в основном направлены на защиту личности и общества от злоупотребления теми широкими возможностями, которые сегодня обладает интернет и средства массовой информации, конечно же. Но эти нормы не направлены на ограничение свободы слова и плюрализм мнений. Если же расширить фокус нашего внимания только от СМИ на все информационные процессы, то отдельно необходимо отметить закон о доступе к информации, принятый в 2015 году. Он заложил правовые основы для обеспечения права человека на получение и распространение информации. И в 2017 году эти вопросы нашли отражение также в законе о СМИ. С введением обязанности определения в каждом государственном органе, уполномоченного или структурного подразделения по вопросам взаимодействия со СМИ. Говоря о перспективах развития законодательства, то, конечно, надо отметить, что они связаны в первую очередь, как мы сегодня собрались обсудить эти вопросы, связанные с вопросом кибербезопасности, информационной безопасности в интернете. В этой связи хотел бы проинформировать, наверное, всех присутствующих о том, что сейчас в Можилисе, в парламенте находится на рассмотрении закон о защите детей от информации, носящей вред их здоровью и размитию. И он уже обсуждается последние полтора года, даже больше, если смотреть его дом Можилиса. И могу, как человек, участвующий постоянно в работе рабочей группы по обсуждению этого закона, законопроекта, отметить, к сожалению, что внимание со стороны гражданского общества, активистов к этому закону, оно оставляет желать лучшего. И в этой связи хотел бы призвать всех присутствующих принять активное участие в его обсуждении и, возможно, даже повлиять на его судьбу. Переходя к части проведения контроля за соблюдением требований законодательства, хочу отметить, что он основывается на результатах постоянного мониторинга продукции средств массовой информации. То есть есть специальные государственные предприятия, которые занимаются постоянным мониторингом как печатных, электронных, так и интернет-СМИ. Учитывая тему нашего форума, то я остановлюсь, конечно же, на нарушениях, выявленных именно в интернете и в социальных сетях. Кодексом об административных правонарушениях предусматривается ответственность за размещение заведомо ложной информации в СМИ на интернет-ресурсах обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами предусмотренных законодательством. Это статья 456, прим. 1. Статья 157 Кодекса за использование рекламодателями заведомо ложной информации относительно товаров, работы, услуг, а также их производителей, исполнителей или продавцов предусматривает административную ответственность. Также и в Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации. Кроме того, в законе о рекламе запрещено распространение ненадлежащей рекламы, к которой относится также заведомо ложная реклама. Для чего я это перечислил? Для того, чтобы показать о том, что на сегодня основные нормы, по которым идут большинство нарушений в интернет-сообществе. В частности, в период с 1 января 2017 по 1 мая 2018 года выявлено 62 факта распространения заведомо ложной недостоверной информации, ненадлежащей рекламе в казахстанском сегменте сети интернет. В ходе проведенного мониторинга выявлено распространение недостоверной информации на ряде ведущих информационных порталов страны, таких как «Закон Киезет», «Курсив», «Нью Таймс», «Уральский Киезет», «365инфо», «Тенгриньюз», «Зона», «Власть», «Информбюро», «Караван» и «ABC-ТВ». На указанных ресурсах подобная информация размещается в окошке новостей партнеров, так называемых. При этом изображение сопровождается названием коротким, емким текстом, способным вызвать негативный общественный резонанс. Например, такие как «Сегодня ночью в Алматы случилось страшное, люди бегут из города» или «Два землетрясения произошло утром в Астане» или «Трагедия на свадьбе в Казахстане, гости достали оружие и начали стрелять». То есть такими кричащими названиями привлекается внимание. Также выявлены случаи использования недостоверной информации в целях совершения административных правонарушений. В части выявлено распространение фирменного наименования логотипа телеканала «Первый канал Евразия» для формирования потребительского интернета интереса к препарату для восстановления зрения «Дивижн». Следует отметить, что «Первый канал Евразия» вообще не имеет никакого отношения. То есть опять использование логотипов чужих юридических лиц, третьих юридических лиц. Из своего собственного примера могу лично сказать о том, что сам даже с этим столкнулся, когда фотографию и персональные данные лично моей супруги использовали для рекламы лекарств, определенных лекарств для мужчин. Соответственно, ну сами понимаете, какая была реакция. Помимо этого, заведомо ложная информация распространяется и в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram. Например, страшное землетрение в Казахстане унесло много жизней. Вместе с тем, при переходе по вышеуказанным всем этим ссылкам, когда в новостях все это передается, то либо мы вообще никуда не попадаем, такое не существует, либо попадаем на так называемые тизерные сети, где идет сплошная одна реклама определенных товаров. Кроме того, обращаю внимание на допущенные со стороны собственников ряда отечественных телеканалов, в том числе интернет-ресурсов, и они и в сети интернет, это очень широкое распространение получили, нарушения в части распространения персональных и биометрических данных лица, включая информацию об его родителях и иных законных представителях, иной информацией, позволяющей установить личность несовершеннолетнего, пострадавшего от противоправных действий. Я думаю, здесь долго это все не буду рассказывать, только напомню о том, что в марте месяце, когда на телеканале Алматы и в интернете был распространен видеорепортаж про несовершеннолетнего гражданина АРСПЕК с заявлением о совершении в отношении него противоправных сексуальных действий. Также с нарушением законодательства была распространялась информация про совершение несовершеннолетних насильственных действий в отношении одного ребенка в Южно-Казахстанской области. Кроме того, на ряде национальных интернет-ресурсов и телеканал была размещена информация о несовершеннолетнем ребенке, который был найден в январе в мусорном контейнере в городе Павлодар. Там как раз указывается чуть ли не на ИИН, имя, фамилия этого бедного ребенка. Всего в январе-апреле 2018 года было выявлено 38 фактов нарушения. Как государство на это реагирует? Выявляем, направляем соответствующие уведомительные письма о том, что вы совершили нарушение, пожалуйста, устраните. В случае только не устранения принимаются, естественно, меры по ограничению доступа к той или иной информации, не средствам массовой информации, а информации. Я каждый раз акцентирую на этом внимание, о том, что крайние меры государственные органы принимаются в виде ограничения доступа, принимаются не в отношении СМИ, а в отношении конкретной информации. Также основная проблема у нас еще являются и так называемые слухи популярны в социальных сетях, блогах, в различных форумах, мессенджерах, фото- и видео-хостингах. Активно комментируются различные высказы, мнения, новости, что дает определенное влияние так называемым лидерам общественного мнения, которые у нас являются блогеры. И которые зачастую просто-напросто поддаваясь, может быть, каким-то эмоциональным вещам, начинают распространять информацию, не соответствующую действительность, то есть слухи. На тему распространения слухов есть интересное высказывание, что подобная информационная атака направлена на самый незащищенный интерфейс интернета. Это сознание его пользователя, то есть мы все с вами. Поэтому я думаю, что это действительно похоже на правду. Ну, опять же, не буду долго времени много занимать, перечисляя все эти слухи, но если кому-то будет интересно, могу показать, что порядка более 40 случаев уже только в этом году распространения слухов были зафиксированы, соответственно, принимались меры. Как в отношении распространителя информации в случае их выявления. Этим примером может являться тот же самый житель Салматинской области, когда он там рассказывал про маньяка, или та же самая информация про избиение беременных женщин, голодовки в учреждении уголовно-исполнительной системы ЛАА-155-1 в городе Алматы. Ну и очень-очень много-много таких фактов, как я уже сказал, более 40, только за этот год. Ну и переходя уже к завершению, хочу сказать, что однако помимо, скажем так, репрессивных мероприятий работы государственных органов, применяются и, конечно же, меры по повышению роли процесса саморегуляции. В частности, в прошлом году Министерством совместно с операторами связи Ассоциации «Бовошак» в целях ограничения доступа детей к негативной информации, размещенной в сети интернет, инценирован проект по предоставлению для населения услуги интернет-доступа к ограниченному набору сайтов в интернете. Проект «Образовательный интернет» или «Чистный интернет» на сегодня в нем уже около 3,5 тысяч казахстанских и зарубежных интернет-ресурсов. Этот список постоянно пополняется, работа продолжается, услуги операторами уже, большинством операторов уже оказываются. В ноябре прошлого года с ними подписан меморандум. Ну, помимо этого, и как я уже на прошлом, еще в прошлом году рассказывал, когда еще это был законопроект, приняты нормы, которые обязывают во всех учреждениях образования обеспечивать доступ только к очищенному интернету. Основной месседж своего выступления, который я хотел бы донести до сегодняшней аудитории, заключается в том, что да, действительно, государство вынуждено занимать в медиасфере проактивную роль и принимать меры примитивного, где-то репрессивного характера, да, но при этом государственные органы также принимаются меры и для увеличения, усиления саморегуляции сферы. Поэтому мой тезис заключается в том, что роль государства в медиасфере будет уменьшаться пропорционально усилению процессов саморегуляции сферы. Спасибо.